Коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Тимошов, я являюсь директором компании Axelot. Я очень рад вас приветствовать на нашем мероприятии. Это уже 25-я по счету конференция, практическая конференция в управлении современным складом. Мой доклад вступительный, я расскажу о том, что нас ждет, ну, о цели этого мероприятия, что нас ждет, потому что программа будет очень насыщенная, много будет чего интересного, ну, какие-то акценты я обязательно расставлю. Во-первых, буквально в двух словах я все-таки представлюсь, что из себя представляет компания Axelot. Мы уже 19 лет на рынке, достаточно давно работаем, мы сделали много проектов. Но у нас тоже бывают изменения, и вот сейчас текущие изменения, о которых я обязательно хотел бы сказать, что, ну, большинство из нас знает, что компания Axelot это компания, которая занимается проектами в области логистики. Это действительно так, это наше одно из самых основных направлений, но это где-то 45% нашего бизнеса. Кроме этого, мы делаем много проектов традиционных, там, связанных с 1С в части ERP, а также NC интеграции. Но у нас тоже произошли изменения, и наша компания, по сути, преобразовалась в такой IT-холдинг. Три разных компаний, каждая из которых занимается своим направлением и своим брендом. Axelot с этого момента действительно компания, которая занимается только логистическими проектами, в части складской и транспортной логистики. Datorion это NC интеграция, а Gradum это проекты в области ERP. Стенды компании Datorion и Gradum тоже сегодня будут, с ними можно будет пообщаться. Если говорить о части логистики, действительно, уже на протяжении последних 7 лет компания Axelot является таким, ну, безусловным лидером на этом рынке. По итогам 2016 года мы заняли 28% в деньгах рынка ВМС, внедрения ВМС-системы. С одной стороны, да, это хороший результат, но на нас это накладывает задачу, как мы ее видим, в принципе, помощи развития этому рынку, повышение квалификации, информированности рынка вообще логистики в целом в нашей стране. На самом деле, не только в нашей стране, мы ведем такую же деятельность в Казахстане и с этого года в Узбекистане. Текущая конференция, она как раз призвана, ну, в первую очередь, это не рекламное мероприятие, это мероприятие, которое позволяет предоставить нашим клиентам, существующим, будущим клиентам максимально много информации о самых современных технологиях, о том, как рынок развивается, о том, как можно повысить эффективность вашего бизнеса. То есть конференция именно для этого. Мы стараемся привлекать для данного мероприятия, там не только своих, специалистов, но и внешних экспертов и, конечно же, наших друзей, клиентов, партнеров, которые делятся своим опытом, делятся своими технологиями. Традиционно наше мероприятие будет состоять из нескольких блоков. И вот центральная часть, можно назвать ее пленарная, она будет состоять из выступлений экспертов, выступлений экспертов наших, экспертов внешних, наших друзей, клиентов и, конечно же, наших партнеров, которые также работают на рынке складской и транспортной логистики, чтобы они поделились своими технологиями. Мне очень приятно представить нашего сегодняшнего первого докладчика, который будет первым выступать после меня, Гмен Ричардса. Это один из самых известных мировых экспертов в области логистики и управления складом. Он из Великобритании. Очень рад, на самом деле, что он приехал в нашу страну, и он сможет рассказать достаточно вот именно те подходы, которые есть в Европе, в первую очередь в Европе. Наша страна в какой-то степени находится в позиции догоняющей. Мы стараемся преодолеть определенные отставания, которые у нас есть в технологиях, и сделать это быстро. Для того, чтобы это делать быстро, мы должны учиться. Учиться новым технологиям, их максимально быстро перенимать, чтобы догнать, на самом деле перегнать. Уже во многих моментах мы, ну, если уж и не перегнали, то догнали западные страны, но нам явно есть чему поучиться. Поэтому я считаю, что сегодняшнее выступление Гвина будет очень полезно для всех нас, мы посмотрим, что происходит в этих технологиях в Западной Европе. Также, ну, на самом деле, как следствие, мы в связке это делали. Я думаю, что многие из вас уже являются читателями нашей библиотеки, библиотеки Аксиот, тех книг, которые мы переводим и издаем на русском языке по логистике. Мы, наконец, выпустили новую книжку. Это, получается, седьмая книжка в нашей библиотеке, книга под названием «Управление современным складом». Гвен Ричардс как раз является ее автором, и он сегодня будет презентовать ее уже отдельно. Это вот, там, обратите внимание, с 12-12-20 будет презентация этой книги и, соответственно, автограф-сессия. Ребята, подходите, общайтесь, задавайте вопросы, получайте автографы, общайтесь с автором. Для нас это очень важное знаковое событие. Я думаю, что в этой книге вы найдете очень много чего полезного. По дальнейшим выступлениям обязательно мы подробно поговорим на тему складской логистики. Будет выступать Артем Далгих, руководитель направления складской логистики компании Аксиот. По транспортной логистике будет выступать Мария Чавардаева, руководитель направления транспортной логистики нашей компании. Как я уже говорил, у нас будут выступления наших клиентов, друзей и партнеров, которые будут делиться своим опытом. Первое выступление будет от Дениса Ваулина, директор логистики компании САНК, который поделится своим опытом, своими секретами, тем, что у них происходило и происходит в их бизнесе в связи с автоматизацией процессов логистики. Дальше будет технологический доклад от нашего давнишнего партнера компании Zebra. Сергей Шабанов расскажет про самую современную технологию от компании Zebra. Это в части идентификации, в части принтеров, в части использования специализированных расходных материалов на складе. Подробный будет интересный доклад. Еще один доклад от наших партнеров, наших клиентов, компании LACRO. Ромис Мирзалиев, директор по логистике, расскажет, как у них происходил проект и то, с чем они столкнулись в рамках этой работы, что они получили. Следующий доклад будет от Ивана Нечкина. Это директор по развитию группы компании Stellcon, тоже наш давнишний партнер. Они занимаются специализированными технологическими решениями для складов. Это и стеллажное, и специализированное оборудование. Они поделятся своим видением того, как правильно организовать работу складского комплекса. И наш партнер компании Xtreme расскажет про важную часть создания современного склада. Это построение надежной инфраструктуры беспроводной связи на складе. Вы понимаете, что без режима работы онлайн склад достаточно не очень эффективно функционирует. Доклад будет, соответственно, от Павла Денисова, ведущий инженер компании Xtreme. Это пленарная часть. Дальше у нас пойдет параллельно три мероприятия. Они будут идти параллельно, поэтому рекомендую, особенно если от одной компании из представителей сразу же несколько человек, то может быть как-то имеет смысл делиться и смотреть разные темы. У нас будут идти параллельно два демопрактикума. Это, соответственно, демопрактикум по системе один из предприятий ВМС. И второй демопрактикум будет по транспортной системе, Аксиот ТМС, управление транспортными перевозками. Они будут идти параллельно, в таком интерактивном режиме мы стараемся показать многие интересных вещей. А также уже, скажем так, мы этот формат используем, наверное, уже в третий или в четвертый раз. Мы будем проводить еще круглый стол. Назвали его «Раскрывая карты». То есть здесь, надеюсь, будет очень откровенный разговор на тему того, а, собственно, каким образом выбирать вообще какие критерии выбора тех или иных систем и поставщиков системы. То есть очень рекомендую вам прийти и посмотреть и пообщаться на этом круглом сайте. Подчеркиваю, это не доклады уже, это чисто интерактив. Мы должны будем очень хорошенько пообщаться. То есть три мероприятия параллельно. На протяжении всей конференции в рамках, вот в фойе у нас проходит выставка. Мы постарались собрать на эту выставку, там представляются не только технологии компании Axelot, но и технологии наших партнеров, которые именно связаны с складом. То есть наша задача была на этой выставке показать ключевые технологии, которые можно использовать на современном складе. Кроме традиционных наших партнеров, про кого я уже упоминал, там ZEBRA, STELCOM, EXTREM, также участвует компания Штоклин, это автоматические системы. Компания Красфорс, это оборотная система, с ними очень плотно сейчас работаем. И компания Руслайт, это освещение для складских комплексов, на самом деле не только для складских комплексов. Ну и традиционно наши партнеры конференции, это фирма 1С, ну если я у кого не перечислил, ну Дотарион, Градум, STELCOM, ZEBRA. То есть со всеми нужно общаться, знакомиться и дружиться. Я уже говорил про библиотеку Axelot, но хотелось бы еще раз на это акцентировать внимание. Все книжки у нас представлены в фойе, их можно купить. Это действительно для нас, в первую очередь, социальный проект, некоммерческий. Наша задача, чтобы максимальное количество людей ознакомлилось с самыми современными технологиями. Ну и еще раз напоминаю про то, что сегодня будет с 12 до 12.20, будет презентация книжки, управление современным складом и автограф-сессия. Одно из очень важных задач нашего мероприятия является то, чтобы люди между собой знакомились, участники выставки между собой знакомились, налаживали контакты. Вот, ну, что называется, мы считаем, что кто к нам приходит, нам приходят сюда профильные специалисты. То есть это специалисты в области логистики, это управленцы, это те IT-специалисты, которые участвуют в проектах по автоматизации логистики. На мой взгляд, вам должно быть очень интересно между собой еще общаться и налаживать взаимоотношения. Пожалуйста, знакомьтесь, если нужно, вы считаете, что вам нужно с кем-то познакомиться, подходите к нас, мы наладим эти контакты, дружите, общайтесь, создавайте сообщество. Здесь указана структура организации, которые пришли. И максимальная доля – это представители торгово-дистрибуторского бизнеса, но очень весомая вторая доля – это производство. Я там акцентирую внимание, что производственники, без обид всех, производственников я люблю больше всего, потому что это то, что является основой для нашей экономики. И очень надеюсь, что доля бизнеса, производственного бизнеса в нашей стране, там и среди пользователей самых современных технологий будет расти. Обращаю тоже на это внимание. Из организационных еще моментов нам, наконец, удалось добиться, что у нас появилась цветовая идентификация бейджиков. Вот вы, если обратите внимание, у вас большинство именно цвет, вот, малиновый, наверное, да? Это цвет участника. Если вы видите зелененький цвет, вот как у меня, он в центре, вот, и на этого слайда, это бейджики, вот, сотрудников компании Axelot. Подходите, знакомьтесь, и там, если нужна какая-то помощь, сразу будем быстро говорить. И помогать вам. И синенькие бейджики – это бейджи наших партнеров, партнеров нашего мероприятия. Так что я надеюсь, вам будет легче общаться, легче будет знакомиться. Из еще таких моментов большая просьба отключить звук наших мобильных телефонов, чтобы всем нам комфортно было работать и сделать атмосферу полезной и приятной. Wi-Fi на территории мероприятия есть. Насколько я понимаю, там на ресепшене было там название сети и пароль. Пользуйтесь, всех прекрасно понимаем, что работа есть работа, все должны быть на связи. Спасибо. Давайте начинать наше мероприятие. Поехали. Спасибо. 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 Спасибо.